Сын буфетчицы и сотрудника милиции с детства не отличался хорошим поведением. Коля Добрынин не только плохо учился, но и часто хулиганил. За что его несколько раз грозили исключить из школы. Но только из уважения к отцу мальчишку прощали. Хотя из музыкальной школы его всё же выгнали, но Николай вовсе этому не расстроился. Семья будущего актёра никогда не жила в достатке. Особенно, когда главу семьи уволили с работы за пристрастие к напиткам. Денег не хватало, поэтому трудовая биография Добрынина-младшего началась рано. Шестиклассникам он шил картофельные мешки, сколачивал почтовые ящики, подрабатывал грузчиком. Ему удавалось зарабатывать больше мамы. Воспитанием будущего актёра в основном занимался старший брат Александр. Он повлиял и на выбор профессии Николая. Брат учился в Москве в консерватории. Именно он убедил младшего брата поступать в театральный институт в столице. Но с первого раза Николаю это не удалось. Он вернулся на родину и год проучился в Ростовском училище театрального искусства. Следующая попытка покорить Москву увенчалась успехом. Добрынина приняли сразу в несколько учебных заведений. Но выбор будущего актёра выпал на ГИТИС. Добрынин быстро осваивал премудрости творческой профессии. Параллельно учёбе он устраивал свою личную жизнь. Уже на первом курсе женился на Оксане Баршевой, тоже студентке. Девушка привыкла к материальному достатку, и Добрынину приходилось прилагать большие усилия, чтобы обеспечить молодую жену. Днём Николай учился, а ночами работал в метрополитене. Было трудно, но супруге он ни в чём не отказывал. С Оксаной актёр прожил пять лет, а потом вдруг влюбился в другую женщину. На талантливого актёра обратила внимание Маргарита Терехова. Она посоветовала своей дочери Анне познакомиться с Добрыниным. Их роман развивался стремительно. Это была настоящая страсть. Обманывать жену артист не хотел, и вскоре они с Оксаной развелись. Анну Николай просто обожал, усыновил её ребёнка от предыдущего брака. Он полюбил мальчика как собственного сына, дал ему своё отчество. Мальчик долгое время не знал, что он не родной Николаю. Он и сейчас считает его настоящим отцом. С Анной актёр прожил десять лет и в расставании винит только себя. Его жизнь была тогда далека от идеала. После развода с Тереховой Добрынин потерял смысл жизни. Он начал выпивать, жить было негде и приходилось ночевать в гримёрке. Тогда и появилась Екатерина Комиссарова. Несколько лет девушка ходила на каждый спектакль с участием любимого актёра, как на работу. Когда кумир предложил ей встретиться, она не могла поверить такому счастью. Встречались с ней долго. Однажды он просто переехал к Кате с вещами. С тех пор они вместе. Катя помогала Николаю во всём. Ездила на гастроли, ухаживала, любила, отогревала. Чтобы быть рядом, бросила работу. И Добрынин изменился. Молодая жена нашла общий язык с сыном Николая. Он часто навещал отца. Пара не могла завести ребёнка пять лет. И буквально вымолила наследницу, выполняя все указания матушки одного из монастырей. С рождения малышки Нины началась совсем другая жизнь. Сейчас Николай души не чает в подрастающей дочке. К тому же артист по-прежнему принимает участие в жизни уже взрослого Михаила, которого всегда называет своим родным сыном. Когда речь заходит о дочери, Добрынин забывает обо всём. Нина уже делает первые успехи в живописи, чем очень радует своего отца. Несколько лет назад актёр приобрёл просторные апартаменты в центре столицы. Ранее семья артиста проживала в маленькой однокомнатной квартире в отдалённом от центра районе. После того, как были оформлены все необходимые документы на жильё, супруги с ребёнком сразу переехали в новую квартиру. Прежние владельцы апартаментов выполняли перепланировку жилья. В результате этого несколько комнат были объединены в общее пространство. Профессиональные дизайнеры помогли артисту сделать пространство практичным и многофункциональным. В качестве основного стиля был выбран классицизм. Николай пожелал, чтобы в интерьере не было использовано много предметов роскоши. Сейчас Николай Добрынин много работает, спектакли почти каждый день. В кино он взял небольшую паузу. Обещает вернуться в другом амплуа. Он стал глубоко семейным человеком. Ходить с друзьями в баню, на стадион или сидеть в гараже не умеет. Это не для него.